На счет три начинайте борьбу. Андрей, ты помнишь, что ты с девочкой сражаешься? Нет, кстати. По правилам, если девочка вызвалась сама, то жалеть ее никто не будет. В этой борьбе полов главная цель – перетянуть на свою сторону соперника. Игра называется масс-рестлинг. Заключается в том, чтобы массой тела и массой своих рук, то есть силой вырвать противника за пределы своего поля. Проводить необычные спортивные соревнования в университетах – идея Ольги. Ее креатив претендует на победу в конкурсе молодежных проектов. У девушки еще много нестандартных способов, как подтянуть физическую форму кубанских студентов. Например, забеги в ростовых куклах. Демонстрировать не решились. Это нетипичный вид спорта. Ты можешь быть хорошим атлетом, но при этом, одев большую голову этой ростовой куклы, не арестироваться в пространстве. И при этом тебе будет, например, тяжело забить мяч в кольцо. Или, например, обижать определенные шашечки. Это будет забавно, это будет смешно, при этом нужно иметь определенные физические навыки. Смена студенческих инициатив в молодежном лагере – последняя в этом году. На закрытие главного молодежного форума Кубани приехал губернатор края Александр Ткачев. Несмотря на то, что регион проходит уже девятый год подряд, каждый раз здесь появляется что-то новое. В этом году впервые прошла православная смена. В лагере открыли собственную молельную комнату. Регионята, так себя называют сами жители лагеря, показали Александру Ткачеву и другие новинки этого сезона. Прямо на деревьях теперь висят жидкокристаллические телевизоры. Говорят, не только хорошо показывают новости лагеря, но и отлично отгоняют комаров. Появилось в лагере и место для романтических встреч прямо в кустах. Рояль в кустах – это самое романтическое место на регионе. И в редкую свободную минуту влюбленные пары могут подойти, послушать замечательную музыку. Даже если никто из них не умеет играть, рояль сделает это за них. У костра за чашкой чая – встреча с вожатыми. Многие из них приезжают в лагерь не первый год. Вожатые поделились с губернатором, что отдых в регионе 93 – это как служба в спецорганах. Бывших регионят не бывает. Раньше совсем давно мы сюда приезжали пионерами и думали, как же это – быть руководителем, быть вожатым. Какой-то огромный опыт для того, чтобы в дальнейшем суметь себя реализовать, для того, чтобы ребятам здесь понравилось и хотелось вернуться. И вот, наверное, поэтому мы сюда возвращаемся, потому что когда-то показали нам, как здесь хорошо. И для того, чтобы показать другим ребятам и сказать, смотрите, как здесь зорно, приезжайте сюда еще. Несмотря на региональный масштаб, кубанский лагерь стал конкурентом для Селигера, отмечают вожатые. Многие ребята, побывав там, потом все равно возвращаются в регион. Мы должны быть другими, как Селигер. Мы не должны быть похожи на кого-то. Иметь свое лицо и свои какие-то особенности. Я думаю, что пронют годы, мы же обживаемся. Самое главное, что на одном месте, да, каждая смена что-то добавляет. И, естественно, надо тоже ездить. И Селигер тоже может что-то подчеркивать, что-то учиться. Вот эта движуха, она, которая там существует, мне кажется, это, конечно, неплохо. А каждый чем-то занят, да, каждый чем-то целеустремлен, каждая своя работа. Конкуренция – это хорошо. В любом случае, у них что-то есть интересное, у нас свое. Мы должны всегда что-то черпать. Если мы не будем удивлять ваших воспитаний каждый год и что-то новое, это рано или позже перестанет быть интересным. Так, да? Мы же совершили, собственно. По традиции разговор продолжился в Колизее, самом главном месте в лагере. Там каждый вечер участники смены держат совет. На встречу с Александром Ткачевым собрались все 400 человек. На лобном месте у векового дуба мудрости разговор шел без шуток. Несмотря на неформальную обстановку, участники лагеря поднимают серьезные и актуальные для сегодняшнего дня темы. Нынешняя ситуация в мире однозначно скажется на развитии России, в дальнейшем подчеркивает Ткачев. И от того, как наша страна поставит себя сейчас, будет зависеть жизнь в будущем и тех, кто собрался сегодня в Колизее. Нападки, которые испытывает Россия, имеют глубокие корни. И молодежи именно сейчас важно научиться правильно понимать политическую ситуацию в мире. Европа, естественно, американский континент пытается отрывать Украину от России, пытается противоставить свою экономику. И, конечно, мало кто заинтересован в развитии России. И всяческими способами стараются прикрыть путь к развитию. Двойные стандарты на международной арене. Если это выгодно Западу, значит Россия молодец. Если это невыгодно, экономическое развитие, экономический потенциал нашей страны, значит будут находить всякие уловки для того, чтобы опорочить, очернить. И внутри страны подкармливать оппозицию разных мастей, разных партий. И мир так сложился, что уже зачем кого-то спрашивать. Америка всегда с Европой договариваются, как правило, под дудку Америки. Ну и вершатся судьбы. Вывод. Мы должны сделать нашу страну крепкой, прежде всего экономически. Только сильная Россия заставит нас всегда обращать внимание и считаться с этим. Только сильная Россия экономически станет независимой и политически, и как угодно. Только сильная Россия сможет диктовать и свою геополитическую карту мира, и, естественно, защищать свои интересы. В тесном кругу говорили об экономике, политике и, конечно, развитии спорта в крае. По мнению собравшихся на Кубани, стоит еще больше развивать активные виды отдыха. Тем более в крае для этого есть все условия. Мы после семи дней в лагере пойдем в трехдневный поход. Скажите, а как вы относитесь к такому виду отдыха? Подушили он вам? Ну это здорово. У нас в крае все активнее и активнее. Этот вид отдыха, он поощряется. И я знаю, есть и клубы, есть и наш департамент, который помогает таким проектам реализовываться на территории края. Но, конечно, недостаточно. Мы многие не знаем своего края. У нас такие красоты. У нас же в городе до трех тысяч метров ледники. Вот в районе Красной Поляны, Сочи и так далее. А в Шеронской районке красоты. Есть куда ходить. Встреча продлилась почти два часа, но даже этого времени не хватило для всех вопросов. Поэтому у тех, кто не успел спросить, есть стимул приехать сюда в следующем году, который станет юбилейным. Регион откроется в десятый раз. Александр Иванченко, Денис Перец, Валерий Пятов, 9 канал, Северский район.